Следующим у нас будет Владимир Секишев и с темой о важности второго шанса. Тема крайне интересная, я лично верю в то, что каждый достоин как минимум одного второго шанса. Владимир, пожалуйста, 10 минут. Спасибо огромное. Спасибо большое, очень волнуюсь. Для меня это не часто. Меня зовут Владимир Секишев, я являюсь руководителем благотворительного фонда «Надежда Норт» и «Дома милосердия». Сам я из Петропавловска. Но наш «Дом милосердия» занимается помощью, ну и фонд, помощью алконаркозависимым ребятам и людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть это и инвалиды, от которых отказались родственники, это и бездомные люди, которые когда-то совершили ошибки. Ну и алконаркозависимые ребята, как я уже сказал. Но руководителем фонда я был не всегда. То есть моя личная история тоже начиналась в 90-х, когда я сам начал употреблять наркотики. То есть я сам бывший зависимый, 20 лет был зависимым от тяжелых наркотиков, таких как героин. И по истечению 18 лет вроде мои родители повезли меня, уже когда никакие клиники не помогали, мои родители повезли меня в один из центров христианских, где говорят, там тебе помогут. Вот я приехал, все было вроде бы понятно, но не устраивало то, что есть определенный режим и так далее. Не пить, не курить, не материться нельзя было, хотя я привык к другой жизни. Вот. Прошел курс, прошел полгода, меняться я не хотел. Вот, мои родители очень хотели. И я ушел. Ушел, и случилось еще больше того, что было раньше. Я начал употреблять новые наркотики, такие как дизайнерские, это соль, ну и так далее. И впоследствии я оказался здесь, в Астане, меня пригласили на работу. Друзья мои, я оказался здесь. И получилось так, что я уже был, ну, тяжело, болен. Я шел по набережной, сел на лавочку и начал задумываться о том, какой смысл моей жизни. Ну, то есть, если я родился, то это для чего-то определенно. Не для того же, чтобы я умер от наркотиков, ну, какой-то собачьей смертью, да, скажем. И отношений с родителями у меня не было вообще, то есть, потому что, ну, были такие моменты, что я и воровал дома, и что только не было. И я позвонил отцу. Отец у меня спортсмен, бывший, дважды мастер спорта, то есть, ну, я вырос в достаточно благополучной семье. И он говорит, приезжай, я тебя отвезу в центр реабилитации. Я поехал домой на автобусе, помню, приехал, отец меня отвез в тот центр, в Боголюбово, где на данный момент я являюсь руководителем. И я там остался. То есть, принял такое решение, что буду соблюдать все правила, не буду материться, не буду пить, не буду курить. И от этого моя жизнь станет лучше. Вот, прошло два года, я стал помощником руководителя, прошел еще год, я стал руководителем этого центра. Наш центр базируется на основе Слова Божьего. У нас есть духовная программа определенная, но помогаем мы каждому человеку. То есть, это не значит, что мы помогаем только христианам или там определенной национальности. Нет, каждый человек достоин помощи, достоин второго шанса. То есть, мы готовы протягивать руку каждому. У нас есть отдельный дом инвалидов, где живут ребята, которые и без ног полностью, и без рук. То есть, вот, и служат им именно те ребята, которые были ранее алко-наркозависимые, которых мы где-то взяли на улице или которые самостоятельно пришли. Вот, мы сотрудничаем со многими государственными органами, такими как пробация, адаптация, ну и общаемся со многими больницами, потому что в основном ребята, которые приходят к нам, они очень сильно больны. То есть, когда я пришел в центр реабилитации, у меня был цирроз печени и много еще болячек. На данный момент, то есть, даже гепатита С у меня нет. То есть, ну, все исцелено. И поэтому те ребята, которые к нам приходят, они получают всякого рода помощь. То есть, это и оформление документов, оформление пенсий, пособий и инвалидности. Вот. У нас в центре есть огромное хозяйство, которое мы ведем, и этим самым мы живем. То есть, ну, никакого финансирования как только нет. Сами ребята обслуживают себя, то есть, они живут на это, работают там внутри, и на эти деньги существуют. То есть, каждый вносит свой вклад для того, чтобы другой человек пришел и получил эту помощь. Вот. Ну, цель нашего фонда и нашего центра – помочь каждому человеку, кому нужна помощь, кому она требуется. И по истечению 7 лет, получается, 5 лет, как я нахожусь руководителем, и полного времени, когда я там, через центр прошло, ну, человек 200-300, наверное, и 99% получили определенную помощь. То есть, ту, которую мы могли им оказать, это не только там отмыть и избавить там от насекомых, но и одеть, обуть, сделать документы, ну, и постараться устроить на работу, если же человек сам этого хотел. То есть, вот, ну, наша цель – это, наверное, показать человеку тот путь, по которому он может идти, и чтобы человек не думал, как ранее мне говорили, что если человек наркоман, то это на всю жизнь, то есть, что это клеймо, и там, вплоть до того, что горбатого могила исправят. Вот, ну, придя в центр, я понял, что есть иной путь, то есть, ну, мою жизнь именно спас Господь, и этим самым мы показываем путь другим людям, что наркоман – это не конечный итог, то есть, есть другая жизнь, а есть жизнь в социуме. На данный момент у меня полная семья, у меня двое детей, у меня супруга, то есть, мы живем также в соседнем доме возле центра реабилитации, возле дома милосердия, и каждый день находимся там, то есть, каждый человек приходит со своими проблемами, ну, каждый приходит раненый, определенно душевные раны какие-то, не только физические. И, находясь там, наверное, самое ценное, что у нас есть – это время, которое мы можем провести вместе, и тот пример, который, ну, мы показываем. Мы стараемся помогать многодетным семьям, стараемся помогать детским домам, у нас заключен меморандум с детскими домами, то есть, мы ездим туда, оказываем физическую помощь какую-то, ну, и, наверное, больше говорим, как не надо делать, ну, на личном опыте, то есть, общаясь с детьми и рассказывая им. Поэтому, вот, ну, спасибо огромное, что я могу говорить об этом открыто здесь, за этой кафедрой, на этом фестивале. Вот, мне очень понравилось вчера, сегодня, как люди друг к другу относятся, какие открытые сердца у каждого человека, и тот портрет, или, как сказать, ту картину, которую рисует каждый в этом холле, да, оно напоминает разность тех людей, которые находятся здесь разными красками, кто как может. Поэтому, благодарю вас, что могу здесь стоять. Спасибо огромное за организацию. Благодарю.